Житие и страдание святого священномученика Дионисия Ариапагита Священномученик Дионисий Ариапагит происходил из благородных родителей, язычников и получил воспитание в знаменитом городе Афинах. В молодости он был отдан для обучения Еленской премудрости, в которой оказал такие успехи, что, будучи двадцати пяти лет от роду, превзошел в философских познаниях всех своих сверстников. Желая еще более усовершенствоваться в философских науках, он удалился в египетский город Илеополь, где издавна проживали знаменитые учители. У них вместе с другом своим Аполлофаном Дионисий обучался астрономии. В тот самый день, когда был распят на кресте ради нашего спасения Христос Господь, и когда в полдень солнце померкло в продолжении трех часов была тьма, Дионисий в изумлении воскликнул «Или Бог, Создатель всего мира, страждет, или сей видимый мир кончается». Он сказал сие о Христовом страдании по наитию Духа Божия, а не по учению премудрости века сего. Вернувшись из Египта в Афины, Дионисий вступил в брак и, будучи первым среди сограждан по благородству, разуму и честности, сделался членом Ариопага. Когда святый апостол Павел, придя в Афины, проповедовал там в Ариопаге пред старейшин распятого и воскресшего Христа, тогда Дионисий, внимательно выслушивая слова святого апостола, запечатлевал их в своем сердце. Другие старейшины города недоверчиво отнеслись к проповеди апостола Павла и сказали ему, что они в другое время выслушают от него проповедь о Христе. Но Дионисий, будучи разумнее других, стал наедине рассуждать с Павлом. Апостол Павел спросил его, «Кого вы почитаете здесь за Бога?» Дионисий показал ему в городе Кроноса, Афродиту, Зевса, Ефеста, Ермеса, Диониса, Артемиду и многих других. Рассматривая вместе с Дионисием этих богов, апостол Павел увидел одно капище, на котором была надпись «Неведомому Богу». Он спросил Дионисия, «Кто сей неведомый Бог?» «Тот», — отвечал Дионисий, «Который еще не явился среди богов, но который придет в свое время. Это тот Бог, который будет царствовать над небом и землею, и царству его не будет конца». Услышав сие, апостол начал плодотворно сеять на благую почву семя Слова Божия. На основании тех же самых слов Дионисия, апостол сообщил ему, что сей Бог уже пришел, что он родился от Пресвятой Преснодевы Марии и, прихвожденный ко кресту, пострадал для спасения людей. Будучи не в силах видеть его страдания, солнце изменилось во мраке и в течение трех часов не испускало света своего для Вселенной. «Все это Бог воскрес из мертвых и вознесся на небо». «Итак, Дионисий», — заключил свои слова святый апостол, — «веруй в Него, познай Его и послужи праведно истинному Богу Иисусу Христу». Дионисий вспомнил о бывшей по всей земле темноте, о которой упомянул и святый Павел, и тотчас уверовал, что в то время в человеческом теле страдал Бог. После сего он открыл сердце свое к познанию неведомого, да то ли Бога, Господа Иисуса Христа. Просвещенный светом Божественной благодати, Дионисий начал упрашивать апостола помолиться о нем Богу, дабы он был к нему милосерд и сопричислил бы его к рабам своим. Когда апостол Павел уходил из города Афин, один слепец, о котором все знали, что он не видит с самого рождения, умолял апостола даровать ему прозрение. Святый апостол, осенив крестным знаменем глаза слепого, сказал «Господь мой Иисус Христос, и же сотвори бренье от плюновенья, помази очи бреньем слепому». И даровал ему зрение, тот да просветит и тебя, своею славою. И тотчас после сего слепой прозрел. Апостол Павел повелел ему идти к Дионисию и сказать «Меня послал к тебе Павел, раб Иисуса Христа, дабы ты, согласно своему обещанию, пришел к нему и, крестившись, получил оставление грехов». Слепец отправился и сказал то, что повелел апостол Павел. Вместе с тем он проповедовал о Божьем благодеянии, связанном ему через апостола. Увидав известного ему слепца прозревшим, Дионисий еще более утвердился в своей вере в Христа. Вместе со своей женой Дамарою, с сыновьями и со всем своим домом он немедленно пришел к апостолу Павлу и крестился от него. После сего Дионисий оставил дом, жену и детей, присоединился к апостолу Павлу и в течение трех лет следовал за ним по тем местам, где пребывал апостол. Чему Дионисий научился от апостола Павла и о том свидетельствует его сочинение? О божественных таинствах. Впоследствии Дионисий был поставлен апостолом Павлом во епископа. Из Солуня отправлен был в Афины, дабы там послужить спасению людей. Сей Дионисий слышал проповедь не одного только апостола Павла, но и всех апостолов. Он находился в их сонме, в то время, когда они все были собраны к погребению Пречистой Владычицы Богородицы. Он сам о себе пишет в своих книгах, что он был в Иерусалиме у гроба Господня, где видел и слышал Иакова, брата Божия, и первоверховного Петра. Там же Дионисий видел и Иоанна Богослова с учениками апостола Павла, святыми Тимофеем и Ерофеем, и с иными многочисленными братьями, когда он проповедовал там о таинствах веры. После своего обращения ко Христу, святой Дионисий прожил в Афинах довольно продолжительное время и значительно распространил основанную там святым апостолом Павлом церковь Божию. Затем Дионисий, подобно святым апостолам, пожелал и в других странах проповедовать Евангелие и пострадать за имя Христова, как и учитель его, блаженный Павел, пострадавший за Христа от Нерона в Риме. Поставив Афиняна вместо себя епископа, Дионисий удалился в Рим, где его с радостью принял святой Климент, епископ римский. Прожив с ним недолгое время, святой Дионисий был послан Климентом вместе с епископом Лукианом, священником Рустиком, диаконом Елев Ферием и прочую братьею в Галлию. Придя с ними в Галлию, святый Дионисий стал проповедовать Слово Божие обитателям той страны и в городе Парижа многих обратил от идолослужения к вере в Господа. Там он построил церковь, насобранные новообращенными христианами средства. Всей церкви Дионисий совершал бескровные жертвы, моля Бога, чтобы он даровал ему силу привлечь к церкви многих словесных овец. Когда таким образом распространялось слово «здесь Божие», началось вторичное после Нерона гонение, воздвигнутое Домицианом. Всей император послал в Галлию военачальника Сисиния, дабы предать мучениям тамошних христиан. Придя в город Париж, Сисиний приказал прежде всего схватить для мучения Дионисия, прославившегося чудесами и мудростью Божией. Вместе с ним были взяты Рустик и Элеферий, прочие же из братьев удалились на проповедь в другие страны. Святый Дионисий в сие время был уже очень стар и утомлен трудами евангельской проповеди. Когда он, крепко связанный вместе с Рустиком и Элеферием, проведен был полководцу Сисинию, последний взглянув на него, с гневом произнес «Ты ли тот злочестивый старец Дионисий, который, хуля наших богов, не спровергает все служение им и противится царским повелениям?» Святый ответил. «Хотя я, как ты и сам видишь, уже состарился телом, но вера моя цветет, юностью цветет, и исповедание мое всегда рождает новых чад до Христа». На вопрос Сисиния, кого он почитает за Бога, святый Дионисий возвестил ему слово истины и исповедал великое имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Но воевода, уподобившись глухому Аспиду, не желая слушать спасительные проповеди, спрашивал всех троих – Дионисия, Рустика и Леферия – желать ли они повиноваться царю и принести языческих богам жертвы? Они же, как бы едиными устами, отвечали – Мы, христиане, почитаем единого Бога, который на небе, и ему мы поклоняемся, приказанию же царскому повиноваться не будем. Тогда Сисиния приказал обнажить Дионисия и без милосердия бить веревками. Святый все сие терпел, благодаря Бога за то, что он сподобил его носить раны его на теле своем. Так же точно мучили Рустика и Леферия, но и они, укрепляемые примером Дионисия, наипаче самим богом, терпение прославляли Христа. Сисиния, сознавая, что скорее ослабнут руки палачей, чем из неможет терпение святых, в тот же день велел бросить мучеников в темницу. Наутро слуги вывели святого Дионисия из темницы и по приказанию мучителя положили его на раскаленном железе. Между тем святый воспевал Псалом «Рожжено слово твое зело, и раб твой возлюбие». После сего, снявшись святого железа, бросили его на съедение зверям. Но святый оставался невредимым и от зверей, потому что бог заграждал уста их. Затем святого бросили в сильный огонь, но и там он остался невредимым, ибо огонь не касался святого и не причинял ему никакого вреда. После сего он снова был брошен в темницу, Крустику и Леферию. В темницу же к Дионисию приходили многие из верующих, и святой совершал там для них божественную литургию и причащал их святых тайн тела и крови Христовых. Когда он совершил божественную литургию, верующие видели над блаженным Дионисием несказанный свет. С воинством ангелов являлся царь славы, и поскольку возможно было сие для телесных очей верующих, они взирали на него. По прошествии некоторого времени Дионисий, Лустик и Элиферий были выведены из темницы и приставлены к военачальнику, который снова увещавал их принести жертвы идолам. Святые не повиновались, но исповедали Христа Бога истинного. Тогда мучитель в гневе приказал беспощадно бить святых, а потом осудил их на усечение мечом. Когда святых вели из города в горе, прозывавшейся Ареевой, то Дионисий молился, вызывая, Боже, Боже мой, создавший меня и научивший вечной Твоей премудрости, открывший мне Твои таинства и всюду, где бы я ни находился, сопребывавший со мною. Благодарю Тебя за все то, что Ты устроил через меня для славы Пресвятого Твоего имени, и за то, что Ты посетил мою удрученную трудами и стремящуюся созерцать Тебя старость, призывая меня к себе с друзьями моими. Итак, молюсь Тебе, приими меня и друзей моих, будь милостив для тех, которых Ты стяжал Своею кровью и сопричислил нас к числу Своих слуг за наше служение Тебе. Ибо Твоя есть сила и держава со Отцем и Святым Духом во веки веков. Затем, произнесши слова «Аминь», Святый преклонил честную главу свою за Пресвятое имя Иисуса Христа и был усечен тупою секирою. Вместе с ним сложили за Христа свои главы и святые Ели, Вуфери и Рустик. По смерти своего угодника Дионисия, Бог показал преславное чудо. Тело святого, будучи обезглавлено, подействуя силой Божией, встало на ноги и, взявши в руки свою главу, прошло с нею два поприща. До того места, где христианами устроена была церковь. Отдавши затем свою главу одной благочестивой женщине по имени Катульле, оно пало на землю. Многие неверующие, видя сие чудо, уверовали во Христа. Принявши главу святого, Катулла пожелала взять и тело, но язычники не дозволили ей сего. Тогда Катулла, пригласив в свой дом сторожей, радужно угостила их и отделила подарками, приказав в то же время христианам взять святое тело Дионисия. Христиане, взяв тело Дионисия, похоронили его на том самом месте, где была отдано Катулле голова. Святый Дионисий пострадал на девяностом году своей жизни, в девяносто шестом году по Рождестве Христовом. При гробнице его творились многие чудеса во славу Христа и Бога нашего, прославляемого соотцем и Святым Духом вовеки. Святой священномученик Дионисий Ариаполит, моли Бога о нас.